Бабушек-волонтёров группы Масксети 33 теперь просят вязать не носки, а вот такие нашлемники. Нитка-пихорка, крючок номер три и пару часов работы. Индивидуальный камуфляж готов. Образец демонстрирует Любовь Иванова. Она руководит пунктом плетения маск-сетей Добрынская, Сокол, Раменье. И вот он вариант нашлемников. Их используют миномётчики, сапёры. Кустик из раздвого материала. Нашлемники и маскировочные сети упакованы и готовы к отправке. Очень неравнодушные люди со всей области передали для бойцов заготовки на зиму и тёплые вещи. А ещё в Грузии блиндажные свечи. С их помощью военнослужащие могут подогреть еду и высушить вещи. Сделали это наши ребята из группы «Всё для победы 33-й регион». Они также объединены в несколько... И в Лайкинске находятся, и в Юрисе, и в Владимире. Ребята объединились и делают вот такую помощь для бойцов. Этот груз для бойцов 27-й бригады 1-й танковой армии Шевства. Над подразделением взяла на себя группа «За победу России». Она объединяет преподавателей и студентов колледжа инновационных технологий и предпринимательства и ВЛГУ с сентября 22-го года. Тогда участником СВО стал студент вуза, сын Ларисы Колониной. Он впервые тогда получил ранение. Это была контузия. А второе ранение он получил в ноябре 23-го года. Практически через год. Уже осколочное. Ну, слава богу, ничего такое. Органы не тронуты, конечности целые, слава богу. Ценная часть груза – детские письма. Эти открытки нарисовали ученики Давыдовской сельской школы. Они вдохновились необычной акцией маленькой девочки. Регулярно пишет письма солдатам и вкладывает туда рисунки с шапкой-невидимкой. И она уверена, что эта шапка-невидимка воинов защищает. И самое интересное, что ее уверенность передается и солдатам. Загружают помощь ученики Новосельской средней школы. Ребята говорят, это дань памяти Александру Соловьеву. Выпускник школы, участник СВО, погиб 26 сентября 22-го года. Раз в неделю старшеклассники плетут маскировочные сети. Они говорят, это их вклад в победу. Мы достаточно ответственно относимся к этой задаче. Так как считаем, что для каждого участника спецоперации он должен чувствовать надежную опору в тылу. Также мы собираем посылки и отправляем их. Собирает их вся школа. Груз почти готов к отправке в этой коробке сладости, которую участникам СВО передали из Боголюбовского монастыря. Загрузкой командует Маргарита Рощина. Сначала тяжелое, а потом что дальше влезет. Именно Маргарита доставит груз в зону СВО. Это ее четвертая по счету миссия особого назначения. Не думаешь о страхе. Когда я первый раз там посмотрела, как там живут люди, естественно, уже выбора не остается. Я работаю в частном хозяйстве фермерском. И начальник Соловьев Геннадий Анатольевич любезно предоставляет автомобиль. Газель освещена батюшкой. Автомобиль отечественный и надежный ни разу не подвел, говорит Маргарита. Груз она доставит с надежной напарницей. Ольга Сиротенко, она тоже профессиональный водитель. Доблестно согласилась. Впереди 980 километров. Военнослужащий уже в курсе. Груз отправлен в преддверии дня. Защитника Отечества. Наши ребята получат весточку из тыла. Ирина Начарова и Евгений Адамов.